Продолжение следует... Все-таки мне гораздо комфортнее писать на камеры Sony, вы их видите, вон они, 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 вон они. Потому что я вижу экранчик, могу настроить, приблизить, удалить, пишут они 400 минут аккумулят, поэтому записывают что-что угодно. Эти, конечно, тоже отличные камеры, но для комфортной работы не хватает того, что нет экранчика. Посмотреть, примерить, потому что иногда можно поставить так, или так чуть выше, или еще, и, грубо говоря, промазать. Конечно, у меня есть экранчик специальный, можно там по нему посмотреть, и можно по телефончику посмотреть, что там, что там, как там нацелено, но тем не менее. Лишние движения. Сегодня я вам покажу свою библиотеку. И это связано с ответами, с особенностями ответов на ваши вопросы. Итак, что вы мне тут пишете? Конечно, удручает. Удручает количество просмотров. И прочее, прочее. Так. Вот мышка, новая, новая мышка. И вот мышка, да, вроде бы не одинаково. Ну, посмотрите, вот это вот заряжается отсюда. Здесь имеется аккумулятор, здесь имеются батарейки. Так вот, вот эта мышка, опять-таки, удобство использования. Она может, может... Сейчас мы посмотрим. Она может прокручивать. Ага. Нет. То есть, вот так вот вы делаете и прокручиваете. А эта мышка не может. Вот такие, говорю, мелочи. Мелочи. А они как-то влияют на работу. Делаю ее комфортной. Или же не очень. Одна мышка подключилась, другая нет. Поэтому приходится делать несколько движений, которые я раньше не делал. Так. Ну, давайте. Вот последний ответ мой был вот здесь. Так. Один день назад. Это на видеообличение. Добрый день. Отлично, что сейчас благодаря интернету можно получать от вас обратную связь. За это вам спасибо. Ну, мы будем отвечать. Раньше вы в 90-х на письма отвечали. Поток был такой, что вы этим не занимались. Отвечаю. А, я уже так могу отвечать, да? Поток был большой. Был большой. Гораздо больше. Гораздо больше. Теперь же вообще. Теперь. 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 Изредка. По. Электрон. Теперь же изредка по электронке. Но, тем не менее, поток есть. Да, раньше очень много приходило писем. Письма. Письма были заказы на моей книге. Мы отсылали все это. Дело мы с женой. Так. Обучение. Благодарю. Вот я делала по книге «Основы здоровья». Результат был отличный. Это поэтапно очистить кишечник, печень, почки. Соль выводить. Корень подсолнечника. Очень приятно пить. Полевую форму плакала сильно первый раз. Стала есть ближе к своей конституции. Все прекрасно. Все реально. При этом не забывайте, что у каждого своего организма получила хорошее знание благодаря вам. Так как хорошо я могу вам писать вам. Спасибо, я с вами погуляла. Это про обучение. Но видите, главное написать книгу, в которой бы, ну, более-менее... По-другому надо на вопрос ответить. Важно написать книгу, в которой ты проделал свой собственный путь оздоровления, не по написанному, а по... То, что ты прочитал и сделал. И что получилось. Что у тебя благодаря этому получилось. Вот. И при этом, то, что ты читал, допустим, у Шелтона, у Брега, у других там авторов. И то, что с тобой происходило. Все это ты проанализировал. И постарался, как бы сказать, найти закономерность, которая не просто годится для тебя. А чтоб она была понятна и другим. Вот в этом ценность моих книг. Поэтому и получается, Ирина Маевская день назад, первые дни до 4-5 организм сливал воду. Только потом организм начинает отдавать жирок. Да, это что касается голодания, да? То здесь действительно так и происходит. Сначала выходит лишняя вода. А мы даже не ожидаем, сколько в нашем организме накоплено лишней воды. Это благодаря тому, что мы слишком много пересалием воды. Вернее, пищи. И соль держит воду. Как только начинается голодание, лишняя соль начинает уходить. То есть, организм начинает нормализовать себя. Потому что питание это в любом случае сдвиг организма с нормального состояния. Мы не можем правильно питаться. Как правильно, переедаем пищу, а не так. Накапливаем вот эти соли. Соли вокруг себя держат воду. И поэтому сначала такая вода пошла с нас. А дальше, а дальше, только дальше, где-то вот до 4-5 действительно дня организм сливает воду. А потом уже начинает топиться жирок, мышцы. Хотя мышцы начинают уже сбрасываться и на второй, третий день. Так что верно подмечу.